Мы находимся с вами у дома музея поэта Виктора Фёдоровича Бокова, который родился вот в этой родительской избе в 1914 году. Дом этот находится в деревне Язвицы, которая известна нам с песцовых книг с 1510 года. На первой запись мы находим в песцовых книгах 1510 года, из которых мы из этих записей мы узнаем, что все деревни Выпуковского прихода, близлежащие деревни Выпуковского, принадлежали боярам Плещеевым. И самому старейшему боярин когда-то даровал эти земли сам великий Иван Грозный. Но существует две версии появления названия этой деревни Язвицы. По одной из версий, которую мы получаем из записок отца поэта Фёдора Сергеевича Бокова, следует, что во время польско-литовского нашествия, когда осаждали Троицу Сергееву Лавру, все деревни по тракту в сторону Калязина были, по Углическому шоссе, разорялись, сжигались литовцами. И жители деревни Архангел, ну по моим предположениям, не осталось, ну как бы источников, где эта деревня была расположена, Архангелы. Но по моим предположениям, это где-то между Диулина и Иудина она находилась. И вот жители этой деревни, спасаясь от разорения поляками, ушли более далеко, глубоко в лес сюда, на левый берег реки Куньи и поселились здесь. И якобы, когда они сюда пришли, они заболели язвой. И поэтому близлежащие окрестные местные деревенские стали их называть язвицкие. Вот отсюда первая версия происхождения названия этой деревни. Вторая версия, что якобы заболели язвой они там, в своей деревне Архангелы. И очищаясь от болезни, освобождаясь от болезни, по своему суеверию, они должны были пройти водный очистительный рубеж. И таким рубежом очистительным водным стала речка Гордаль, которая впадала в речку Кунью. И вот они со своим скармом, со скотиной прошли вброд эту речку и поселились здесь на высоком берегу между двумя речками Гордаль и Куньянь. Ну и, соответственно, получили название по тому, по причине, которой они появились, язвицкие. Ну и среди переселенцев было, 10 семей переселенцев была и семья прадедов Бокова. И, конечно, вот эта вот изба, которую мы видим, она несколько раз перестраивалась с дедами. И та изба, в которой непосредственно родился маленький Витя, он родился в 2014 году, а в 1916 году случился пожар. И маленького Витю передавали соседям, полутора годовалого Витю в окно спасать. Конечно, после этого пожара уже избу отстраивал сам отец Бокова, Вик Федор Сергеевич. Ну и она простояла до момента принятия решения о создании в этом доме музея. И прошло почти век, 90 лет прошло, потому что распоряжением, постановлением главы администрации Сергеево-Пасадского района этот музей был создан в 2003 году. И при создании музея опять эта изба уже отцовская обветшала, и возникла необходимость вот этот вот весь бревенчатый сруб поменять. Но оставили все, сохранили размеры, сохранили даже резьбу вот эту обновленную, обновили ее, правда. Мать Бокова называла ласково, что наша изба как невеста, нарядная как невеста стоит вот благодаря этой богатой резьбе. Ну, Виктор Федорович родился в 1914 году, а музей ему открывали при жизни. И в этом уникальность нашего музея. Во-первых, я его называю ласково, это самый деревенский музей, наверное, в России. А второе, уникальность его в том, что это был первый музей, открытый в России при жизни деятеля, которому он посвящен. И первую запись в книге отзывов сделал сам поэт. И он обращается к вам, как именно непосредственно посетителю. Он говорит, я обращаюсь к вам, посетитель музея, обращаюсь как к доброму гостю. Потому что моя поэзия, и в том числе песня «Оренбургский пуховый платок» – это гимн человечеству и доброте, гимн связи поколением. И я буду рад вашему отзыву, вашему пониманию поэтической сущности России. Уже тогда он связывал Россию, считал, что душа у него поэтическая. И далее он пишет, заходите в музей 17 сентября 2003 года. Как будто он сам лично приглашает вас посмотреть, как жил он, простой крестьянский парень в глубинке московской земли. И мы с вами сейчас посетим этот музей. Итак, по приглашению самого Виктора Бокова мы заходим в его родительский дом, который стал для нас музеем. Экспозиция, первая экспозиция, была посвящена теме признания народной любви. И очень было мало раскрыто литературных страниц и жизненных страниц самого поэта. И только когда возникла необходимость создавать полноценную литературную экспозицию, в которой бы отразилась вся жизнь и все творчество поэта. А такой момент настал в 2015 году, когда мы поехали представлять этот музей в город Ставрополь. И там вот в большом самом центральном музее мы раскрыли вот эти, создавались эти витрины, эти экспонаты, подборка экспонатов. Они отражали, каждый из них отражает одну страницу или жизни поэта, или творческую страницу поэта. И нам осталось только готовую вот эту экспозицию. По сути, это все литературное творчество поэта было собрано в этих экспонатах. Мы привезли и уже обновили прежнюю экспозицию, заменили вот на ныне существующую. И вот, предваряя как бы нашу структуру, нашего повествования, я хочу сказать, что вот каждая отдельная витрина – это отдельная страница жизни поэта Виктора Федоровича Бокова. И мы начинаем, приступаем изучать жизнь поэта. Мы с вами находимся в актовом зале музея. По сути, это литературная часть общей экспозиции музея. Наш музей состоит из трех разделов. Ну, как я уже сказала, литературная часть, все о жизни и творчестве поэта сосредоточено в этом зале. Далее у нас есть мемориальная часть, непосредственно сама родительская изба с ее убранством и обстановкой. И третья часть у нас краеведческая, в которой отражены предметы крестьянского быта конца XIX – начала XX столетия. Ну и начнем с истории создания музея, потому что, как любой музей, имеет свою историю создания. Основание музея – это, по своей сути, это путь благодарного народа к своему поэту. И начинает многие здесь открывают поэта Виктора Федоровича Бокова. Путь к музею двигался двумя мощными потоками. Первый поток шел снизу от любви народа, и начинался он здесь, на родной земле Виктора Бокова. Краснозаводчане, которые считали по праву его своим земляком. Там была директор Дома пионеров Галина Алексеевна Попова. Уже тогда, в те годы, когда он стал народным, общепризнанным поэтом, она устраивала в Доме пионеров, в школах, на юбилейные встречи с поэтом для пионеров, школьников, комсомольцев. И в местном Доме культуры, Радуга, Краснозаводский Дом культуры, проводились фестивали песен, которые назывались «Любовь моя Россия». И он получил статус международного фестиваля песен. И вот каждая матрешка – это, по сути, символ одного из фестивалей. Здесь мы видим 10 матрешек. Значит, всего на Краснозаводской земле прошло 10 фестивалей за все эти годы его популярности. Ну и второй поток сверху тоже начался с администрации, с главы администрации Василия Дмитриевича Гончарова. С его всенародного заявления со сцены в колонном зале Дома Союзов, когда Бокову отмечали 85 лет, он всенародно заявил со сцены, что на его земле, в родительском доме, будет открыт музей. И таким образом две воли, воля «Любовь народа» и воля администрации встретились вот в 2003 году, вылились в создание этого музея. Первым директором и основателем, и создателем музея является краевед из Краснозаводска, и ныне он биограф семьи Боковых, это Владимир Ильич Самсонов. Что такое иметь музей для какого-либо деятеля? Это прежде всего обозначить на земле точку, в которой бы могла бы собиралась вся информация. А мы уже сотрудники музея репрезентируем творчество Бокова, то есть отражаем страницы жизни, имея возможность, имея музей, отражать его в своих трудах, в своих мероприятиях. Например, мы выпускаем календарь о жизни и творчестве поэта Виктора Бокова, создаем путеводители для того, чтобы гости наши имели возможность унести жизнь и описание этого поэта. Ну а друзья по концертному цеху, московские друзья, к 100-летию поэту издали целый сборник его песен из пяти дисков, в которые вошли 90 песен Виктора Бокова, и там он сам лично читает стихи. То есть, вы знаете, мы повторяем судьбу родительского дома. По сути, вот те, кто выходцы из деревни, понимают, что раньше, когда не было интернета, не было телефонов, все сведения о детях, выходцах из этой родительского гнезда, собирались в родительском доме. Допустим, брат приезжал из Камчатки и узнавал, как сестра его живет на Украине. То есть, все стекалось в этот родительский дом, вся информация о братьях, сестрах. Вот так же и с нами происходит. То есть, к нам до сих пор идут письма от людей, которые когда-либо связывала судьба их с великим поэтом. Ну, например, из Минска нам пришло письмо от мужа одной женщины, которая была биологом-экологом в те 80-90-е годы. И она защищала свою диссертацию экологическую на поэзии Бокова и вступила с ним в переписку. И вот когда ее не стал, ее муж в архивах семьи обнаружил эту переписку и нам в музей прислал. У нас есть вот эти вот материалы. Далее, например, когда он работал в 1953 году в Нюксенице, в Вологодской области, готовил доярок к смотру сельской художественной самодеятельности. И вот там целая группа доярок с ним приехала в Москву в 1954 году. И самое последнее, доярка умерла совсем недавно. И вы знаете, жители этой деревни сочли нужным написать нам об этом факте. Вот аж прямо вот даже мурашки по коже от того, что вот они привязывают этот музей к памяти поэта и по праву это делают. Ну, так же писали нам студенты Новосибирского университета. Когда-то, будучи студентками, в первое-второе курсы они встречались с Виктором Боком, и он им оставил автографы. И вот, перебирая свой архив, уже в пожилом возрасте, в зрелом возрасте, они прислали нам вот эти вот листочки с дарственными надписями поэта. То есть вот что такое иметь музей какого-либо деятеля. Ну и все экспонаты вот этой литературной части нашей экспозиции, они призваны ответить на вопрос, кто же такой Виктор Боков, и почему возникла необходимость увековечить его при жизни, его имя при жизни. Ну, говоря, возвращаясь к теме встречи с земляками, которые проводила Галина Алексеевна Попова, директор Дома пионеров, то потом к нам из дома, из архива семьи Боковых вернулись вот эти отчеты об этих встречах. Вот мы потом каждый разворот посмотрим, вот каждый разворот, тогда картонные такие гармошки делали, на них наклеились фотографии, то есть сюжет, вот этот сценарий, всей этой встречи. Вот их вот они отправляли Виктору Бокову как отчет о проведенном мероприятии. Ну, а говоря о том, что Василий Дмитриевич Гончаров всенародно объявил о том, что мы в родительском доме откроем музей поэту, любимому поэту, то уже к тому времени Виктору Бокову было присвоено звание «Почетный гражданин Сергия Посада». Настоящему удостоверяюсь, что решением собрания представителей Сергия Посадского района Московской области от 26 апреля 1995 года Бокову Виктору Федоровичу, поэту, уроженцу земли Сергия Посадской, прославившему ее своим творчеством, присвоено звание «Почетный гражданин Сергия Посада», о чем свидетельствует глава администрации Василий Дмитриевич Гончаров. Вот эти вот подарки, представленные в нижней части наших витрин, они являются как бы символами признания народа своему любимому поэту за те песни, которые он создал для них. Потому что, возвращаясь из каждой своей творческой командировки, он привозил с той местности самое ценное, что было создано в том краю – продукцию народных промыслов. И вот более всего, и у него образовалась дома целая коллекция. Мы продолжение этой коллекции еще увидим в других залах музея.